Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok потом возьму. Юноши, а ну-ка бегом побежали, разрыли. Что ты сделал? Вот лежат 32. Это ты сделал. Вот 32 вдовы. Вот ребятишки все сироты. Это все ты сделал. Ты навел проклятие на весь израильский народ. Итак, берите камни. А камни должны быть небольшие, чтобы сразу не убить. А примерно с кулак величиной, говорит. И они тогда бросали, чтобы дольше... И бросали огромную кучу. На него свернул. Миллион людей бросали там где-то. И теперь туда уроки детей приводят учителя и говорят, вот как не слушаться Бога. Там лежит, там где-то внизу Ахан, сын Зарович. Когда эту историю прочитаешь, и ты к себе это применишь и думаешь, ой, и не дай Бог. И не приведи Господь. А как это может быть? Наше дело узнать и предупредить. Иначе он сделал дело достойной смерти. Ну а смерть это кровь. Но его кровь я с тебя взыщу. Из Ихилия 3.18. Но если ты обличал, ты сказал, а он под разными причинами не стал это выполнять, ты спас свой душ, он погибнет. Так написано? Так. Я говорю о серьезнейшем деле. Ты знаешь такое слово благословение и проклятие? Между ними какая разница? Благословение это значит для спасения души, а проклятие, погибель в душе. Ну будешь благословен в доме, будешь благословен в поле, будешь в битве благословен. Что это означает? Значит, успех в этих делах. Ну в семье что означает? Что дети будут верующие, внуки будут Бога чтить, тебя будут уважать, ну и все остальное. То есть это благословение, то, что ведет к райской жизни. А проклятие? Проклятие значит это вечные муки. А на земле? Ну на земле проклятие значит тоже беды какие-то будут. Все будет к наш ногам идти? Да. В огороде повыгорят, какие-то жуки, в ворье полезут, пожар будет. Ты сама не знаешь, откуда это идет. Почему? Потому что проклятие. Да. Вот я говорю, Галя Глушкова там, это уже дело прошлое, детей не учит, она, чтобы похорялись родителю. А от нее идет все. И они хамят просто отцу. Они все проклятые. Я говорю, ты их очертила фиолетовым кругом зла. Им не выйти оттуда. И в первую очередь проклятие пойдет на того, кто научил. Они подрастают и поймут, что это учила этому мать. Я был с ними, сидел, разговаривал и говорю, ты что делаешь? Самый маленький не почитает отца. Самый маленький хамит. Своими руками она все разрушает. Вы это видите? Я говорю, не за глаза, а мы сидели, я попросил, она собрала ребятишек, рядом Катя, сидел рядом Игорь, ребятишки все, и я это говорил. Сегодня я говорю про другое. Есть вещи, которые вообще непостижимы. Написано, говорит, смертью умрешь. А как же умерть? А не смертью как умрешь? Но если умрешь, то смертью. Это означает, смерть идет чернотой и в будущую жизнь. Смертью умрешь. Это означает, возврата нет оттуда. И теперь, проклятием вы прокляты. Я нахожу в Библии такие слова, проклятие, так чем они? Прокляты проклятием? Нет. В других местах нигде. Прокляты там будут. А проклятием вы прокляты. Ты не знаешь, где это такое? Не знаю. А я покажу тебе. Слушай, очень внимательно. Я тебе эту бумагу сегодня оставлю, а ты ее перепишешь, а мне утром вернешь. Хорошо? Потому что она мне нужна, еще тут нужно будет говорить. Так, кто теперь просчитает? Первый стих, считай. Так, я коротко спрошу. Вот, человек, который ворует, он спасется или нет? Ну, если он покается. Нет, он не кается. Конечно, это же грех. А если ты видишь вора и с ним сходишься, с вором, он вор. Тебе уже доказано, что вор. А ты начинаешь, да вот не то, да вот то. Ну, вор. Бог, когда человек, говорит, вор, еще надо проверять. Но когда Бог, говорит, уже печать. Все. И ты с человеком с этим знаешься, обедаешь. Богу это нравится? Нет, конечно. Не нравится. И ты с вором сходишься. Бог говорит, я долго молчал, год молчал, два молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Изогречу тебя. Представлю предлицо беззаконие твое. Нас спасает то, что мы верим во Христа. И он пробуждает нашу совесть. Иначе это бесполезно, что я говорю. Это не достучишься. Ты молишься. Ты мысленно сейчас молись, потому что услышишь слова, которые должны налево или направо нас развести. Вот, теперь считай. по порядку, тихо, громко. Малахия, 3 глава, 8-11 стихи. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Ого! Так Бога-то я не вижу, а можно обкрадывать. Но оказывается, можно Бога обкрадывать. Ни соседа, ни самого себя, пустяшно проводя время, но Бога обкрадывать. Это только в одном месте Библии написано. А вы обкрадываете меня. То есть это Бог говорит ко всему обществу израильскому. Они воруют год, воруют два, и никто не знает этого. То есть совесть уснула, ходят в храм, молятся, жертву приносят, и обворовывают все. И тогда Бог заговорил меня с большой буквы. Это не мои свидетели. Это не мои, которые бы знали, пришли, показали. Это Бог припечатывает каждого из нас. А вы меня обкрадываете. Того, который все вам дает. Солнце, землю. Воздух, жизнь, биение сердца. И вы меня обкрадываете. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? То есть не знают люди. Бога, да я его не видел, как я воровал. Я ничего Бога не брал, я ему не должен. Однако не так. Десятину и приношениями. Так, ты про десятину слышала? Да, знаю. Ты в Барнауле была, у нас, когда люди подают заявление на крещение, и оглашенные, и все платят. Ты в Барнауле была, платила? Я двадцать лет платила десятину, а потом, когда я стала читать Евангелие, то там написано, приносите в дом, теперь я кладу в церковную сокровищницу. Двадцать лет я давала в руки батюшке, двадцать лет, а теперь я кладу в церковную сокровищницу. Но вот зимой я не езжу в город, я не получаю. Вот весной, когда я поеду, получу и положу в церковную сокровищницу. А ты знаешь, что здесь, другие? Вот, вот моя десятина вот так проходит сейчас, а двадцать лет платила в руки батюшке. теперь слушай дальше, считай, считаем. Куда это, куда это относилось? В каком виде? Вот здесь говорится, сейчас, считай. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Весь народ, ни один, ни два, и они обкрадывали, и не знали. Я сегодня разговариваю, у нас поехала Марина, плотненькая здесь, и приехала туда, и батюшке десятина, говорит, а что это такое? Он даже не знает поп. Она говорит, это десятина святая, а мне она не нужна. А почему? А он знает, десятина бабушки, маленькая, а торговля, ему с крестиков две тысячи процентов. И поэтому, а им не нужно, если десятина, десятина уничтожает торговлю, ничего уже нету. Десятина Богом установлена, а торговля в храме проклята Богом. Он изгнал их, менял, опрокинул монеты все эти. А, посмотрите, в любом храме торговля идет. За таинство берут деньги, за требы берут деньги, за срещи там десятки, за крестики на хрущу, там за все абсолютно. И что? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савауф. Так. Вот тебе я и кладу после этих слов, кладу стерковные. Сейчас, послушаю. После этих слов. Вот. Как это делается в Израиле? На это поставлены специально люди, и которые спрашивали его, установлено у евреев. Не просто так, я пришел, положил десятина, не десятина, со всех прибытков. И они это знали. Это с детства ему вкладывалось. Вот я прочитал про одного Моргана, ну, на так как Рафаэллер, самые богатые люди в Америке. Он начинал торговать шляпками, интересно даже. Но я, говорит, ну, он мормон, не православный. Я, ну, я так понял, что он мормон. И он говорит, я решил положить десятину. У него производство пошло. Вот сейчас он миллиардер. И отчисляет каждый месяц, он, допустим, десятки миллионов долларов. Вот это вообще, это потрясение. Какой хороший прихожанин. Но я, говорит, ни разу, никогда не пошел против того, что написано. И как? А подсчитывается. Вот в зарубежной церкви, у них членские у нас, и сколько получаешь? Не просто получить, а человек дает отчет. Да, у меня вот это, а я думаю за это платить или нет. А мать получает там за ребенка. А мне это не трудовое. С этого не платить. А это, а с этого платить. Это надо рассудить еще. Не самостоятельно ты пришла. И поэтому у нас люди все время, я их спрашиваю, кто не платит. У нас таких нет. Была одна знакомая, она Кузьменишина Ельникова. Ну, высокая, ты знаешь, Косарева бабушка, там, Александра. И оказалось, не платит. Но она недолго у нас была. А когда стали говорить, ну, я еще и не причащаюсь. То есть под разными видами это у нас не положено. Проклятие мы прокляты. Проклятие падает на всю общину. Или мы расстаемся, или ты будешь платить. Она ушла. Смотрит, она в брюки оделась, накрасила, 70 сущим лет. Там ничего нет. Через десятину Бог показывает, кто он. Вот Бога испытывать не надо. Он Бог добр, Бог любовь. Но относительно десятину Бога, испытайте меня. Сейчас я вам закончу эту мысль. Дальше. Говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. То есть испытайте меня. Впереди прочитайте это слово. Вот. Чтобы в доме моем была пища, и хотя вы там испытаете меня. Испытайте меня, Господь говорит. Я сегодня ребят спрашиваю, как вы думаете, я благословен или нет? Да. И мне никто это не рассказывал. Это внутренний голос. В первый раз, когда я прочитал, я понял. Это благословение. Я хочу быть благословенным. И у меня все, все, что не начну, все успеется. Где? А как ты сделал? Я решил с первого дня, нынче 27 сентября, будет ровно 50 лет, как я получил Библию. Это пятидесятники. Не православные. Но с первого дня я положил себе на сердце. Я буду платить 9 десятин. Со 100 заработанных 90 буду отдавать. И 50 лет я так прожил. Я не скрываю этого. Это не мое. Это Бог так сделал. А десятку, я понял, почему должна десятина. Бог ее приложил. Чтобы нас научить добру, теперь оторви. А она тебе изначально не принадлежит десятима. А Тавин говорит, я платил три десятима. Она десятина, это на содержание, это на ремонт, и третья на милость. То есть щедро ты или не щедро, это от тебя зависит. Там уже никто не проверяет. Ты самостоятельно первая, а она точно высчитывается и дается. Проверяется. Вот в этом благословение и проклятие. Я каждый раз спрашиваю, ты зримо мое благословение? Да. Я отношу это к десятине. Потому что у меня не одна десятина. Зимой получается у меня примерно 95%. 5% от света у меня, что мука остается, стряпаем щукино, там неонилы готовят, картошка своя, ничего, я не трачу нигде. Вот ребята привозят молочное, а я не беру, у меня купить не на что. У меня нет и молочного. У меня нет его. Я не могу бутылку молока купить. Я иногда куплю, так я ее вместе стараюсь держать. Это моя жизнь. Я чувствую в этом благословение и хвалюсь моим Господом, что Он сказал, испытайте. Я испытал. 50 лет испытывал. И где бы ни был, когда бы ни был. У нас был, ты Саша Долгого знаешь. Он уехал на американском бульдозере, катапиллер, и как он называет это, работал на севере, вернулся, и к нам опять решил, тогда была группа просто, мы же ходили в собор Покровский, Московской Патриархии. Я говорю, Саша, а ты три года был на заработках там, на золотых приисках. Ты платил десятину? Десятину нет. А куда бы я ее платил? Ты вор? Ты Бога обкрадываешь. С вором нельзя сообщаться. Я тебя не могу даже в дом запустить, чтобы мой дом мне не попал под проклятие. А что-то я должен сделать? Должен сделать. Сейчас садись и подсчитай. Когда ты не платил, подсчитай. Сколько? Он подсчитал ровно столько, сколько было в то время деньги. Я 72 рубля получал. А то у меня получило 3700. Десятина. Ну, значит, остальное у него там были. Ой-ой, какие деньги-то. Так, ты согласен их отдать Богу? Да. Снимай деньги. Он пошел сразу, снял, принес деньги. Еще будем делать с ними. Мы положим их туда, где в самый большой процент. Есть такой взаимодавец, который с большими процентами дает. А кто такой Бог Иегова? А где он дает? А там, где Слово его растет. Мы пошли к отделенным баптистам в Совет Церквей. И присвитеру в руки отдай своей рукой. И отдали. Почему? Печатали подпольно, их сажали за это Евангелие. И отправили. Я знал, где печатать. Ну, не место, а знал, что это в Литве, где-то в Латвии. Ребята. И вот так вот. И Саша пришел сюда. Если ты узнал, у меня... Нет, я не один раз такие разговоры были. Согласен. Да я вот не платил, вот столько вот этого вот думал, у меня затруднение там. У Бога никаких извинений нету. Ты обязан заплатить. За того, говорит, нищий, который собрал около церкви, обязан от десятину. А священник, который получил, положил его в ладонь, он обязан десятую часть теперь отложить Богу. Вот он теперь положит сокровищницу. И сколько нанесли? А нанесли сколько? Груды и груды. Когда в жертву приносили жертву за грех, жертва повинности, там жертва-жертва, хватало на весь Идраиль. Написано груды и груды. 120 тысяч баранов закололи в один день. Там слабонервному делать нечего было. 10 тысяч быков! Да нас в районе их не найдешь только. И поэтому каждому было по куску мяса, там написано по лепешке. Это везде. Считаем дальше. Псалом 49, 16, 18, запятая 21. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Это, о чем я говорю, человек это может принять, когда молится. Человек, который потерял связь с Богом, ему это все равно. А что я буду платить? Да он лучше меня живет. У меня ни разу мысль такая не пришла. Я перед Богом стою. И перед своей совестью. Как-то я бы рассуждал больше, меньше. Вот даже наши ходят иногда в храм, обязательно положите там сокровищество где-то. А остальное, если десятина, десятина в руки. Никак по-другому не отдавалось никогда. А это на храм положили в сокровищество. Из нее тогда разбирали и смотрели. Ходите по Хровский собор, положите, потому что мы принесли грязь, работают, уборщицы. И я когда могу, подошел, ну, до службы или после службы. Бог говорит, видишь вора, сходишься с ним. Я говорю, вот ты себя считаешь честным человеком, да, а десятину-то ты не платишь. Бог тебе уже название дал вор, а я с тобой сообщаюсь, я не могу сообщаться с тобой. Ты не член, ни общины, ничего, ты вор. А как, бумагу вот возьми, сколько не платил, сядь и подсчитай. Слышу, звонят. Я вот, оказывается, столько должен. Так, приступил? Приступил. Все. Может быть, тебе кажется, я что-то прошу себе или я этим пользуюсь? Да ну, какой разговор? Наша десятина, которая здесь идет, вот так уже установилась, она идет и на храм, вот у нас там батюшка, и на отопление, и на дрова, и на епископ, а епископ там очищает, что на сенот, у нас нигде епископ не трясет, почему батюшка честным сразу отделяет. На книги, сколько он уделял мне, которые я издавал, мне бы никогда не издать. То есть, в этих книгах, и вы косвенно, не зная того, являетесь участниками. Щедро сеешь, щедро пожнешь. А что ты пожнешь, придешь, когда на поле один сорняк? Сегодня везде, в интернете рассуждают, тут адвентисты, иеговизны, у них десятина строгая. Там мормоны, у них строжайшая десятина. И они спрашивают, от всех прибытков, торговал на базаре, у меня зарплата такая, теперь торговал, написано, от всех прибытков. Огород, все считалось, что у тебя, десятая часть, тебе не принадлежит. Моя мама это понимала, ты ее захватила еще? Да. Да. И она, Павлову говорит, у него, у моего брата живет, и говорит, Павлович, ты мне выдели там какой участочек. Мама, да зачем тебе, все мое, твое? Да нет, у меня отдельная охота. Да зачем тебе отдельно-то? Так я к батюшке-то поеду, в Барнаул-то. Она из старообрядцев, к Белокринецкой иерархии-то. Десятину-то я положила, а с прибытков, с грядки-то, она морковки наберет, свеклы, и приезжает. А батюшка-то там уже, батюшка, да мне не надо, да Мария Егоровна. А бабушки уже ждут. Да ты вон бабушкам отдай, как мама наша приезжала, бабушки уже ждали, что-то там есть. И она была благословена в этом. А она это понимала. И постоянно у ней было свое, теперь нужно было только доставить до Барнаула, и она уже с пустыми руками написана, не являйся перед Богом. Считай. 1 Петра 4, 15. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающие на чужое.